До своего 80-ти годового юбилея компания «Беловежские сыры» подходит грунтованно. Широкий ассортимент уникальной продукции и лепшие умовы працы в регионе. Недавно, что «Беловежские сыры» предметно вылучаются на свете. Специальный чиз-повар рыхтует аппетитные стравы сыру. А каждый жадающий может подчастоваться как уже полюбившимися марками, так и редкими видами этого продукта. Я попробовал чайную розу. Удивительно интересный вкус. Вкус, своеобразный вкус, новый и интересный по цвету. В общем, получается все в норме. Соль, вкус, цвет привлекает. Будем искать в продаже. Беловежский сыр замечательный. Особенно понравился огня-пармезан, потом копченый сыр. Только я не знаю, как его зовут. Все, все, мы на своем не знаем. Замечательный сыр, очень вкусный, супер. Что месяц, предприемство вырабляет, когда 600 тонн розных сыров. У ассортименте больше за 25 наименее продукции. Когда 80% идут на экспорт. Беловежские сыры уже завоевали рынки краин СНД. Продукцию оценили в Японии. Освоиваются арабские и африканские рынки. На сегодняшний день мы вопросу диверсификации рынков уделяем очень большое внимание и значение. И занимаемся освоением сейчас, скажем так, ну, в целом азиатского рынка. Разрабатываем рынок Пакистана. Я вернулся неделю назад из Китая. Подписан контракт на поставку. 120 тонн сыров в ассортименте в Китае. Ворота в Китае у нас открыты. Ну, плюс другие рынки. Особливая увага на предприемстве новым технологиям и рецептурам. Выкористовывается только якосная сыровина без каких-нибудь додатков. Постоянно распроцовываются эксклюзивные смаки. Гэтая линейка сыров «Беловежский труфель», «Ланцелот», «Фета», «Мальбер» – уникальный ружевый сыр под названием «Чайная роза». Зусим недавно по индийской рецептуре стали выпускать топленое масло «Хи» – 99% тлустости. Сыр – это тот молочный продукт, который ферментированный. И он очень полезен для человека, потому что некоторые не воспринимают молочные продукты. И сыр – это тот молочный продукт, который можно использовать, если ты не ешь ни лактозу, или после 30 лет, когда они усваиваются в организме. Поэтому сыр – это хорошая замена молочным продуктам, именно кисломолочным в твердом состоянии. Плюс к всему они богаты белком. Ну и сыр, на самом деле, очень вкусный. Компания «Беловежские сыры» – одна из немногих у нашей краины, кто поспехово применяет новую систему кирования. Концепция «Кайдзен» запозиченная у японцев. Ее основный принцип – поступовая оптимизация прационного процесса, а так само максимальная отдача с минимальными выдатками. Система «Кайдзен» предложений основана на том, что она использует инициативу самих работников. Сами работники предлагают на своем рабочем месте улучшения. Пускай небольшие, маленькие, но они приводят к потрясающим результатам. За последнее время, начиная с июня месяца по сегодняшнее время, у нас внедрено 20 «Кайдзен» предложений. Причем эти предложения исходят от самих работников. Сегодня на предприемстве и в его представительствах работают больше за 250 человек. Компания регулярно становится переможцем республиканских и международных конкурсов. «Беловежские сыры» – лепшее предприемство на «Продэкспо-2017». Областные дожинки – это безумовно и свято этих людей. Они прошли своей колонной-поголовной в улице города и сделали прыгожий 6-метровый пазл с логотипа компании, которой они по-соправному генераться. Дорогие дружники села, хозяева полей, властители зверей, от всей души поздравляю вас с праздником. Какой бы научно-технический прогресс ни шагал по планете, без сельского хозяйства даже самому современному человеку никак не прожить. Ведь на бетоне пшеницу не вырастить, и с фонарного столба яблок не сорвать. Благодаря вашему труду вся наша нация сыта, здорова и счастлива. Пусть засухи и ливни минуют ваши угодья, а урожай превышает ваши самые смелые замыслы. Кульминацией святосто гимн про беловежские сыры. Глобальное мета-продприемство – стать лепшим выдворцем элитных молочных продуктов, якими будет гонориться каждый беларус. И будьте выполнены, у них это отримается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok